22-й международный книжный фестиваль «Зеленая волна» откроется в Одессе 26 июля. В этом году литературный форум впервые пройдет не на Дерибасовской, а в Зеленом театре в парке Шевченко. Помимо книгоиздателей ожидается приезд большого количества писателей, литераторов, поэтов, критиков из США, Германии, Великобритании и других стран. Программа фестиваля насыщена творческими сюрпризами. То, что было ярмаркой, постепенно становится фестивалем книг, встреч с авторами. И если пик 22-го международного книжного фестиваля «Зеленая волна» придется на 26 и 29 июля, то сама подготовка началась еще ранней весной, а потому уже состоялось достаточно большое количество мероприятий. Новая же летняя локация «Зеленый театр» в парке Шевченко – место, куда, по словам вице-президента Всемирного клуба одесситов Евгения Голубовского, нужно специально идти. Ибо в 2018-м организаторы обещают нетрадиционно привычный променад по Дерибасовской. 27-го числа, вот у меня записано, что касается лично меня, это презентация книжки Гаррика Голубенко «Одесский де Камерон», в котором будет принимать участие и Миша Рео, автор иллюстрации книги, и Таня Голубенко, жена Гаррика, и Валера Хаид. В общем, разные люди будут рассказывать о Гаррике Голубенко, и, конечно же, будет продаваться его книжка. В этот же вечер потом встреча с Губарем и Пойзнером, и, наконец, в этот же вечер с 22 до 23.30. Но новая одесская литература, если мы отдельно давали новую одесскую прозу, то здесь будет и поэзия, и проза. И вот могу проанонсировать, кто будет участвовать. Из поэтов Бришполец, Треминская, Ильинская, Малицкая, Титих, из прозаиков Андрейчикова, Гладков, Демирли, Костенко, Михалевская, Фингерова. В ту дюжину молодых писателей, которую представит фестивальная программа, входит одесский писатель, сценарист, актриса Анна Костенко, который помнит истоки форума. Анна Костенко не намного старше литературного фестиваля «Зеленая волна», события которого и творческая атмосфера буквально взросли молодого литератора. Анна Костенко хорошо запомнилась читателям, критикам, недавно изданным романом «Цурки Гилки». О его стилистике, структуре и самом художественном слове уже сказано, что так еще об Одессе никто не писал. Мне очень приятно видеть, скажем так, из стороны, и уже безусловно ждать «Зеленую волну», и как читатель, который приходит и купит книги, и, власне, как участник «Зеленой волны», те, что она каждого года и справедливо стает все сильнейшей, все цикавейшей. И мне кажется, что сегодня «Зеленая волна», она и справедливо заслугована внимания, потому что будет происходить огромная количество очень интересных событий, очень интересных дискуссий, интервью, лекций. И, честно говоря, мне кажется, что Одессе уже засумировали таким интеллектуальным контекстом, уже чувствуют этот интеллектуальный голод. И я просто переконана, что «Зелена хвиля» в этом году, она сможет задовольнить этот голод. А интеллектуальный голод всех почитателей «Зеленой волны» наверняка удовлетворяет три книжных ночи с концертами, литературными вечерами, показами документального кино, воскресным книгостоком, книжным аукционом, розыгрышами книг от издательств. На тенистых аллеях будет процветать книга торговля бестселлеров и редких малотиражных изданий с художественной, детской и нон-фикшной литературой. Со всевозможной печатной продукции от справочников до календарей и скетчбуков.